Здравствуйте! В эфире CBC новостной выпуск в студии Эльна Ралиева. Вначале мы расскажем коротко о главном. Гибель главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Ханией и командира движения «Хезбалла» Фуада Шукра означает новый этап конфликта с Израилем, заявил на церемонии прощания с Шукром лидер «Хезбаллы» Хасан Масрала. Владимир Путин лично приехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить самолет из Инкары с россиянами, вернувшимся в результате обмена заключенными. В свою очередь самолет, на борту которого находились освобожденные из заключения в России американцы, был встречен президентом США Джо Байденом. При обработке бюллетеней и объявлении результатов на выборах в Венесуэле были допущены серьезные ошибки. Объявленные итоги не отражают волю венесуэльского народа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин. Между тем, протестное движение в Венесуэле только набирает обороты. Власти страны сообщают, что в столкновениях с протестующими пострадали 77 полицейских, более тысячи человек задержаны. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху обсудили усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе, баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны. Тем временем Хазбалла уже начала новый этап военного противостояния с Израилем по всем фронтам. Обострение ситуации на Ближнем Востоке обсудим с главным редактором портала Милиаза, Ильчином Аллаогулы. Ильчим Алим, здравствуйте. Добрый день, приветствую вас. Ну вот, как известно, Хазбалла, как отмечают, начал новый этап военного противостояния с Израилем по всем фронтам. Как вы считаете, как дальше будут развиваться события и чего ожидать? Старающего следует ожидать усиленного и массированного удара по целям Израиля. Нескорющего среди этих целей будут гражданские объекты. Я бы не скучал уже среди мирного населения. Именно исходя из Запада. Запад мы не видели дипломатической активности на Ближнем Востоке. Иран тоже встретился с представителем Омана, Катара. Исполняющий отдал застепление МИД главы МИДИИ Ирана. Созвонился с Турцией, Египтом и другими региональностями. Скорее всего, не следует ожидать человека в штабах. Но будет массированного удара, еще раз по полу, по территории Израиля, и по объектам, в которых Албала и немецкие Хосипы, кстати, выберут для своих ударов. Скорее всего, движения Ансар-Улах и Хосипы будут принять участие и будут атаковать Израиля. В Ахаке также будут принять участие в прокси-группу культурологии из Ирака, в Ахаке и Сирии. Вопрос в том, что же произошло на самом деле. Вопреки утверждениям официальных властей Ирана, глава политбюро Смарен Хабне не был убит высокоточным попаданием в Ахаке. Скорее всего, произошло возгорание или же взрыв в гостиничном комплексе «Мишак» на севере Тегерана. Скорее всего, бомба была установлена за несколько месяцев до начала инаугурации. То есть была подготовлена почва для откровенно-террористической атаки. Иначе это назвать невозможно. И это было поширено не только в спецслужбе, но всем вооруженным силам и государственным структурам мирового. Малыми. Почетный гость, причем гостью не самый последний. Воселье сопротивления, который называет, в прокси-группе во всего Ближнего Востока, прибыл мирового на инаугурацию нового президента. И там его убивают. Так же, как убили мирового космоса в Северномалии, как они убили. Многие десятки видео называемого оси сопротивления. Убийственные, да, в мискве, в мискве, в мискве, в мискве, в мискве, командиры боевого на Хазбану, Клаба Шукру, наберутся, тоже из-за этой плиты. И в Сфанухе у них Хазбандах, и другие организации, которые контролируют Северномалии, произнесут и даже уже произнесли клятву от общения и будут открывать Израиль. Что касается Хазбандах и господина Насвалы, он, скорее всего, не будет вовлечен в широкомасштабные сопротивления, в широкомасштабные удары по Израилю. Хазбандах нанесет, конечно, удары по Северу-Израилю, по Югу-Израилю, по Ахате постарайтесь нанести удары. Но это вовсе не означает большой войны на Ближнем Востоке. Не следует ожидать большой войны, потому что если эта война будет, она стечет все оси стабильности и геополитического равномесия, которое до сих пор, увы, не удалось конкретно сублимировать в это время. Далее следует ожидать активизации прокси-группировок в Сибири, Вивии, Ираке, Вьемине и других странах. Напомню, что убитый Исмайль Ахалия, глава политбюра Хамаса, он не питал особо дружестых чут в Ирану, как ни странно. И Хамас в Сибири воевал именно против Башара Асана, против человека, глава государства, который в Сибири, поддерживал Ирану, то есть среди прокси-группировок Ирана до сих пор нет единогласного решения, как же подступить в случае отомщения. Иран уже изготовил несколько видеороликов и основываясь в первом обучии, где ракеты Баллистинские и в ту сторону Израиля. Не тут ожидать также активизации теоретических группировок по нескольким странам Запада. Короче, Иран, чтобы отделаться от этой пощечины, постарается организовать нападение на граждан Израиля, но эти нападения не должны, по мнению Ирана, привлечь большим чиновенским жертвам. Но если будут большие жертвы, то неминуемо последователь еще один акт из Ираиля в Иране. Иран жаждет мшения, горит чувство мшения, но также отдает себе в отчет, что если этот акт мессии, будет различаться, отличаться и будет определенно развитие международного страны, то Израиль нанесет ожиточенный удар по военным целям в самом Иране. Поэтому Иран пытается, попытается, скорее всего, сделать так, чтобы был и удар, но этот удар не был очень мощным. И не подвигнуть Израиль на очень сильный ответ и на очень сильные конкретнейших масштабно ответные действия. Ближнего шефа, чтобы он не находится на пороге больших перемен. Перемен как в военном политическом, как в геополитическом, как в геостратическом плане. Убийство, это иначе назвать невозможно, это политическое убийство, срегулируетесь в акте Исмаила Хамьи, отодвинул на задний план переговоры между Хамасом и Израилем, потому что Исмаил Хамьи был единственным человеком, которым можно было вести переговоры. Мы не из руководителя Хамаса, в секторе Газа, который не увидел свой. Там и в области Рифаха остался только единственный человек, который, по мнению Израиля, повинен нападению седьмого октября. Это руководитель группировки бригады от обучения Изабина Хамаса, Израиль, теперь попытается убить Исимбара. Тем самым, по мнению Талявина, он закроет список мести. Но в любом случае, убийство людей на территории других государств, причем точечные акты, во измездии, это противорит всем основным законам международного права. По всем принципам и нормам межгосударственного отношения, любой человек, независимо от того, чем он занимается, в чем правильный, должен понести наказание судебно. Он должен ответить на свои деяния перед судом. А так, чтобы убивать людей с помощью дронов, с помощью изрывов, это еще более многократно обстановка в регионах, где уже как регион напоминает пароховую бочку. То есть только предусматриваемую спичку, я думаю, что это все в гармонии. Но СССР, западная политика, европейский союз, а также субрегиональные и региональные силы попытаются не дать возгореться большого пожара на Ближнем Востоке. Да, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо, что подключились к нам, Эль Тюмер. Спасибо. Всего доброго. С нами на связи был главный редактор портала «Милиас» Эль Чин Аллы Оглу. О чем еще успели поговорить президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, расскажет бриллиант «Исламу». Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили меры по укреплению обороны еврейского государства, включая развертывание американских войск. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. Байден подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки Хамас и Хазбалла, а также хуситов. Меня это очень беспокоит. «Сегодня у меня была встреча с израильским премьер-министром Бениамином Нетаньяху. У нас есть основа для прекращения огня. Они должны действовать, и они должны действовать сейчас». После того, как палестинское движение Хамас сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаил Аханье, движение возложило ответственность за его смерть на Израиль и США и заявило, что атака не останется без ответа. «Если Израиль подвергнется нападению, мы, безусловно, поможем Израилю. Вы видели, как мы это делали в апреле. Но мы не хотим, чтобы что-то подобное происходило. Мы будем усердно работать над тем, чтобы понизить напряжённость и решать проблемы дипломатическим путём». Иранские власти выразили глубокое возмущение произошедшим и пообещали провести тщательное расследование. Тегеран заявил, что меры безопасности будут усилены для защиты других высокопоставленных гостей. Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета безопасности заявил, что Иран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийства Хании тогда, когда посчитает это необходимым. «Их преступления свидетельствуют о недостаточной приверженности миру и стабильности в регионе. Исламская республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом, чтобы решительно ответить на этот террористический и преступный акт, когда сочтёт это необходимым и уместным». Накануне газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источники иранских спецслужб, сообщила, что глава политбюро Хамас Исмаил Хания был убит при помощи бомбы, спрятанной ещё два месяца назад в доме в Тегеране, где он неоднократно останавливался. Здание управляется и охраняется корпусом стражей Исламской революции и является частью комплекса под названием Нишат. Как сообщает Ксир, бомбу взорвали дистанционно. Администрация Байдена уверена, что Иран намерен в ближайшие несколько дней атаковать Израиль в качестве ответа на убийство главы политбюро Хамас в Тегеране, за которое, по мнению Ирана, несёт ответственность Израиль. «Израиль находится в повышенной готовности к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Мы нанесём очень тяжёлый урон в ответ на любую агрессию против нас с любого направления. Нам поступило окончательное подтверждение ликвидации командующего военным крылом Хамас Мухаммеда Аддейфа. Аддейф несёт ответственность за резюнью 7 октября, а также за множество терактов против граждан Израиля. Его ликвидация подтверждает простой принцип – тому, кто причиняет нам вред, мы причиняем вред». Тем временем, лидер Хезбаллы Хасан Насрала заявил, что гибель главы Политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании и командира движения «Хезбалла» означает новый этап конфликта с Израилем. По оценке Насралы, Израиль пересёк красные линии. По его словам, Хезбалла рассматривает возможность реального продуманного ответа на атаку, а не символического, добавив, что несколько стран призвали ливанскую группировку не принимать ответных мер. Масштабный обмен с заключёнными между Россией и США состоялся. Президент России Владимир Путин встретил сограждан у трапа самолёта в Москве. Такая же картина наблюдалась в штате Мэриланд, США, где помилованных в России встретила глава США Джо Байден. Подробности узнаем далее. Самолёт с россиянами, освобождёнными в результате обмена с США и другими западными странами приземлился в аэропорту Внуково-2. Вернувшихся на родину встречал лично президент России Владимир Путин. Тёплые объятия, слова благодарности, слёзы, которые невозможно сдержать. Всего в результате обмена на родину вернулись 8 россиян, находившихся в заключении в странах НАТО, а также несовершеннолетние дети. Так Москва обменяла своих граждан на лиц, действовавших в интересах иностранных государств, ущерб безопасности России. Путин поздравил освобождённых россиян и поблагодарил их за верность присяге. Прежде всего хочу вас всех поздравить с превращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной существенности. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгую первую, которая не на минуту о вас избывала. И вот вы, да, все вы будете представлены государственным названием. Похожую картину можно было наблюдать на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, США. 16 человек, помилованных в России, встречал президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Среди возвращенных американец Пол Уиллан, который ранее получил 16 лет по обвинению в попытке перехвата сведений от курсантов учебного заведения ФСБ, а также задержанный за шпионаж журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Президент США Джо Байден в ходе встречи заявил, что предстоит ещё много работы, а его обязанностью как президента является возврат американцев, которые отбывают наказание за рубежом. Я благодарю наших союзников, в частности Словакию и Германию. Они сделали то, что противоречило их непосредственным интересам. Это имело большое значение. Возвращение на родину стало результатом переговоров, проводимых в секрете на протяжении года. 1 августа между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словении и ещё рядом стран, произведён масштабный обмен заключёнными. В аэропорту Анкары стороны обменяли 24 человек. Тем временем в Лачине организован 5-й молодёжный лагерь диаспорской молодёжи «Молодёжь во имя Зелёного мира». Туда направился и мой коллега Эльнур Гаджев. Узнаем у него все подробности. Эльнур, приветствую. Приветствую вас, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Съёмочная группа CBC находится в одном из живописных уголков Азербайджана, в Лачине. И сегодня здесь организован 5-й летний лагерь диаспорской молодёжи под названием «Молодёжь во имя Зелёного мира». Отмечу, что данный лагерь организован Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с фондом Гейдара Алиева. Здесь принимают участие более 100 молодых гостей, представителей более 60 стран. В том числе азербайджанцев, представителей других народов, которые питают дружественные отношения к Азербайджану. В течение недели участники лагеря смогут ознакомиться с культурными, историческими памятниками Азербайджана, Лачина, а также других районов Карабаха. Планируется проведение встреч с семьями погибших героев Карабахской войны, а также с фитерарами. Молодёжь, которая присутствует здесь, на освобождённых территориях, наглядно смогут насладиться красотами этих земель. Нам удалось пообщаться с участниками лагеря, которые поделились своими тёплыми впечатлениями. И с уверенностью можно сказать, что дни, проведённые в Лачине, оставят один из самых ярких моментов в жизни молодых гостей. Говоря о молодёжи, нельзя не упомянуть о том, что основа молодёжной политики была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. И сегодня эту политику успешно продолжает его преемник, победоносный верховный главнокомандующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, который ещё более усовершенствовал молодёжную политику на основе существующих традиций. Также вспомним о Пятом съезде азербайджанцев мира, состоявшемся 22-23 апреля 2022 года в Шуше, где президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал азербайджанцев, проживающих за рубежом, никогда не прерывать связи с исторической родиной, посещать чаще Азербайджан, не забывать родного языка, изучать историю, культуру Азербайджана, вместе с диаспорами дружественных народов пропагандировать азербайджанские реалии. И в этом контексте летние лагеря диаспорской молодёжи можно расценить и как реализации рекомендаций президента Азербайджана. Напомним, что на сегодняшний день Государственный комитет по работе с диаспорой совместно с фондом Гейдар Алиева организовал четыре летних лагеря, которые проходили в городах Шуша, Шики, Шамаха и Нахчеван. Я напомню, что мы находимся в Лачине, будем следить за предприятием и держать вас в курсе событий. А на этом у меня всё. Студия Слово. Благодарю, Эльнур. Будем ждать от вас новостей. Эльнур Гаджев подключался к нам из Лачина, где организован пятый молодёжный лагер диаспорской молодёжи. Сейчас мы переходим к другим новостям. Векспрезидент США Дональд Трамп поставил под сомнение расовую принадлежность вероятной кандидатке от Демократической партии действующего вице-президента США Камала Харрис. В ходе дискуссии на съезде журналистов в Чикаго он заявил, что Харрис относительно недавно стала преподносить себя как чёрную. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскатиковал свою соперницу Камалу Харрис за то, что она лишь недавно начала идентифицировать себя как чернокожую женщину. При этом, по его словам, раньше она акцентировала внимание на своём индийском происхождении. После этого заявления на Трампа обрушились чуть ли не все зарубежные СМИ, обвиняя его в расизме. Однако почему-то издания, претендующие на звание объективных, упускают из вида тот факт, что этот ответ последовал после пророкационного вопроса журналистки о том, считает ли Трамп, что Камалу Харрис исключили список кандидатов лишь потому, что она чёрная. Но я не могу сказать «нет», я думаю, что это возможно в некотором роде. Я знаю её довольно давно, косвенно, и напрямую. И она всегда заявляла, что она индийского происхождения. Я не знал, что она чёрная, пока несколько лет назад она не стала чёрной. А теперь она хочет, чтобы все её определяли как чёрную. Так что я не знаю, она индианка или чёрная. В Белом доме также не обошли стороной комментарии Трампа. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что высказывания экс-президента о расовой принадлежности Камалы Харрис являются недопустимыми и просто оскорбительными. «Мне определённо есть, что сказать. Как цветному человеку, как чернокожей женщине, которая находится в этом положении, которая стоит перед вами на этой трибуне, за кафедрой. То, что он сказал, то, что вы только что зачитали мне, отвратительно. Это оскорбительно. Вы знаете, никто не имеет права говорить кому-то. Кто он, как он себя идентифицирует. Это не чьё-то право. Это чьё-то собственное решение. Я добавляю, только она может говорить о своём опыте. Только она может говорить о том, каково это. Она единственный человек, который может это сделать. И я думаю, что это оскорбительно для любого. Неважно, бывший ли это лидер, бывший президент. Это оскорбительно». Камала Харрис родилась в Калифорнии. Её отец эмигрировал с Ямайки, а мать является уроженкой Индии. Вице-президент стала главным претендентом о демократической партии на пост президента США после того, как действующий президент Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. Американские СМИ заявляют, что Камала Харрис уже обошла Дональда Трампа по популярности на новостном пространстве. Американские акции начали август с резкого снижения после того, как были опубликованы экономические данные, вызвавшие опасения, что экономика замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как Федеральная резервная система сохраняет ограничительную монетарную политику. Акции первоначально открылись выше, чем отчасти способствовали тому рост акций MetaPlatforms, после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания, а ее материнская компания Facebook опубликовала оптимистичный прогноз на третий квартал. Акции этой компании закрылись самым большим повышением в S&P 500, однако ранние достижения испарились после того, как данные институты управления поставками показали, что показатель производственной активности в июле упал до 8-месячного минимума. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,21%, индекс S&P упал на 1,37%, индекс Nasdaq Composite снизился на 2,29%. Два ключевых показателя указывают на ослабление экономики. Во-первых, данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались выше ожиданий – 249 тысяч, место прогнозируемых 235 тысяч. Эти цифры представляют собой количество людей, которые впервые подали заявки на пособие по безработице, и этот рост свидетельствуют о слабости на рынке труда. Во-вторых, производственный индекс Института управления поставками показывает, что сектор производства в Соединенных Штатах также находится под давлением. Этот индекс, который учитывает такие факторы, как отставание от графика и объемы производства, продемонстрировал слабые результаты четвертый месяц подряд. Таким образом, оба этих показателя указывают на негативные тенденции в экономике. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25% и 5,5% на последнем заседании. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что экономическая активность продолжает расти, хотя темпы создания рабочих мест замедлились, а уровень безработицы несколько повысился, но остается низким. Инфляция за прошедший год снизилась, но все еще остается выше целевого уровня в 2%. Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25% и 5,5%. При этом Комитет по операциям на открытом рынке полагает, что снижать целевой диапазон ставки нецелесообразно до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. Рейтинги инфляции во втором квартале укрепили нашу уверенность, и последующие улучшенные данные еще больше ее усилят. Продолжим принимать решения на каждом заседании, осознавая, что слишком раннее или значительное снижение учетных ставок может отменить достигнутый прогресс в борьбе с инфляцией. В то же время, слишком позднее или незначительное снижение ограничений может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость. Пауэлл отметил, что экономическая активность продолжает уверенно расти, хотя темпы создания рабочих мест замедлились. Уровень безработицы повысился, но остается низким. За прошедший год инфляция снизилась, но все еще остается несколько повышенной. Кроме того, Федеральная резервная система США рассматривает возможность снижения базовой процентной ставки на сентябрьском заседании. В целом, Комитет считает, что экономика приближается к моменту, когда будет уместно снизить учетную ставку. Мы будем ориентироваться на данные в целом. Решение не будет зависеть от одного или двух отчетов. Важно, чтобы совокупность данных, изменения в прогнозах и баланс рисков подтверждали растущую уверенность в инфляции и устойчивом рынке труда. В этом случае снижение учетной ставки может быть рассмотрено уже на следующем заседании в сентябре. Вы спросили, почему не сегодня. По мнению Комитета, мы приближаемся к моменту, когда снижение ставки будет уместным. Но мы еще не дошли до этой точки. Если ФРС увидит снижение инфляции и стабильные показатели, соответствующие ожиданиям, а рост экономики и рынок труда станутся сильными, они учтут это при принятии решений. Если инфляция будет высокой или показатели разочаруют, это также будет учитываться. Комитет будет рассматривать совокупность всех данных, включая занятость. Их цель – значительное снижение инфляции при низкой безработице. С возможным возвращением Трампа на политическую арену могут произойти изменения в регулировании криптовалют. Эта возможность нашла отвлек среди поклонников цифровых активов. Однако эксперты предупреждают, что если жесткая политика США в отношении криптовалют сохранится, это может привести к потере конкурентоспособности и оттоку инвесторов в более лояльной юрисдикции. Биткоин может стать новым активом в резервах США. Так, накануне сенатора от республиканцев Синтия Ламес поделилась с деталями нового законопроекта. По ее словам, создание стратегического резерва биткоина для укрепления доллара с помощью этого цифрового актива обеспечит стране статус мирового финансового лидера на десятилетия вперед. Первым идею озвучил и экс-президент США Дональд Трамп. Кандидат в президенты США, который ранее критиковал криптовалюты, заявил, что в случае своей победы на выборах сделает страну мировым лидером в криптовалюте и ведет более лояльное регулирование для этого сектора. Мы можем отметить, как минимум, несколько моментов, которые будут сильно влиять на курсы криптовалют, особенно на цену биткоина. Кроме того, мы должны правильно понимать, что криптовалюта, биткоин – это одна из частей предвыборной компании Дональда Трампа, на которой он делает большую оценку, которая делает большую ставку. Для никого не будет секретом, что Соединенные Штаты Америки являются первой стороной в мире, которая больше всех приняла и адаптировала использование криптовалют. Аналитики подчеркивают, что фигура Трампа становится всё более привлекательной для участников криптовалютного рынка. Его возможное возвращение в Белый дом способно привести к смягчению правил регулирования цифровых активов и изменению руководства комиссии по ценным бумагам и биржам США. Напомним, комиссия сейчас жёстко контролирует криптовалюты. Неудивительно, что поклонники цифровых активов активно поддерживают Трампа. В этом опросе он рассматривает возможности привлечения инвестиций, что может помочь ему заручиться поддержкой избирателей и повысить свои шансы на успех на выборах. Это максимально очевидно и нормально, что Тонин Трамп пытается привлечь их, заводить их симпатии и сделать так, чтобы держатели как криптовалюты, так и компаний, которые занимаются добычей биткоинов, то есть майнинг-компаний и те, которые сейчас уже занимаются инвестициями в ETF, они также будут заинтересованы поддерживать Дональда Трампа. И это является серьёзным намерением, чтобы США стала по-настоящему криптодержавой. С другой стороны, как справедливо подчёркивает Дональд Трамп, если США в ближайшее время не изменят свою жёсткую политику в отношении криптовалют и не начнут активно поддерживать инвестиции в цифровые активы, такие как биткоин, это может привести к серьёзным последствиям, считает эксперт. Игнорирование возможностей, которые предоставляет криптовалютный рынок, может не только снизить конкурентоспособность американской экономики, но и заставить инвесторов искать более благоприятные условия в других странах. Сабина Мурадова, CBC. Положение Венесуэли находится под контролем после попыток преступных банд и террористических группировок дестабилизировать положение в стране. Они не признают итоги президентских выборов. Об этом президент республики заявил на заседании Национального совета продуктивной экономики переизбранный президент республики Николас Мадуро. Между тем, результаты президентских выборов продолжают оспариваться, вызывая массовые протесты. США призвали передать полномочия президента Венесуэлы одному из лидеров оппозиции. На фоне неутихающих митингов Венесуэли и прямых обвинений в адрес её президента Николас Мадуро заявил, что напряженность которой возникла за последние дни, сегодня находится под контролем и с каждым днём будет контролироваться строже. По его словам, все организаторы протестов будут заключены в тюрьмы строгого режима. Мы арестовали свыше 1200 преступников и ведём поиски ещё тысячи, которые также арестуем. Террористов подготовили в Техасе, Колумбии, Перу и Чили. Существует видео этих тренировок. Выполняя приказы, преступники сожгли более 300 полицейских постов, потому что эти посты обеспечивают защиту населения. Распространяя видео поджогов, преступники пытались совершить первый в истории кибернетический переворот. Между тем оппозиция Венесуэлы заявляет о фальсификациях и утверждает, что у неё есть доказательства победы её кандидата Эдмунда Гонсалеса. Передачу полномочий президента одному из лидеров оппозиции призывает и Вашингтонская администрация. Эта версия изложена накануне в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. «Учитывая неоспоримые доказательства Соединённым Штатам, а самое главное – венесуэльцам, ясно, что Эдмунда Гонсалес получил больше всего голоса у нас состоящихся Венесуэлы в выборах президента. Мы в полной мере поддерживаем восстановление демократических норм Венесуэли и готовы рассмотреть возможности по их укреплению совместно с нашими иностранными партнёрами». Тем временем Бразилия, Колумбия и Мексика призвали власти Венесуэла опубликовать результаты президентских выборов, а также указали на необходимость проявлять сдержанность при организации демонстраций в стране. Отмечается, что инициатива соседних стран направлена в пользу политического мира и демократии в регионе. «Мы обсуждаем с президентами Бразилии и Колумбии нашу позицию по вопросу Венесуэлы. Во-первых, мы предложили, не должно быть никакого насилия. Во-вторых, необходимо уважать волю венесуэльцев. В-третьих, необходимо представить доказательства результата подсчёта голосов. В-четвёртых, не должно быть никакого вмешательства». Избирательный совет Венесуэлы объявил Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем выборов 28 июля с 51% голосов. Это вызвало волну негодований и массовых протестов в стране. В Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией и военными. Перекрыв улицы вокруг президентского дворца, протестующих стреляли пластиковыми пулями и гранатами со следзаточивым указом Слаты Мирзоева, Си-Би-Си. И в завершение коротко о спорте. Сегодня представители Азербайджана выступают на Олимпиаде в Париже в четырёх дисциплинах. Это дзюдо, прыжки на батуте, боксы, баскетбол 3 на 3. Дзюдо в весе свыше 100 кг на татаме выйдет у Шанги Кокаури. На старте он встретится с бразильцем Руфаэлом Сильвой. В прыжках на батуте страну представит Цельджан Максудова. Это олимпийский дебют для данной дисциплины Азербайджана. В боксе четвертьфинальный поединок проведет Мурат Алахверзиев. В весе 80 кг его соперником будет Нурбек Оралбай из Казахстана. А женская сборная Азербайджана по баскетболу 3 на 3 проводит сегодня два групповых матча турнира. К этому часу пока что всё. Оставайтесь на Си-Би-Си. Будьте в курсе событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин